Приветствую друзья на связи Андрей Жариков и вчера 23 июля в кабинетах компании Игл Битрейд появились следующие объявления и я для вас зачитаю перевод на русском языке. Уважаемые партнеры, Игл Битрейд сообщает, что мастер-дистрибьютор Бруно Перейра немедленно отстраняется от выполнения своих обязанностей. Это связано с тем, что на протяжении последних недель поступали жалобы о вредных и клеветнических действиях, которые причинили вред компании. Вышеупомянутый мастер-дистрибьютор неоднократно нарушал лояльность компании Игл Битрейд, что и привело его к смещению с поста. Генеральный директор Джуниор Аммарал. И следующее объявление. Мы сообщаем всем участникам, партнерам и сотрудникам Игл Битрейд, что первое, все карты будут разблокированы завтра. Завтра, то есть сегодня, потому что сегодня уже 24 июля. Когда они будут разблокированы, вы получите информацию о том, как их пополнять и перечислять средства. Пока платежная платформа будет работать медленно по причинам обеспечения безопасности. На протяжении 15 дней будет существовать лимит в размере 500 долларов. Мы уверены в надежности и защищенности наших данных. Сообщаем, что компания Комода, устанавливающая для нас сертификат безопасности, в четверг должна запустить функцию «Зеленый замок». Блокчейн выпустил адрес, который мы ожидали для завершения интеграции. Скоро платформа будет полностью интегрирована и готова для автоматической работы. Мы готовы ответить на любые ваши вопросы. Всегда ваш, Департамент информационных технологий Игл Трейд Карт. Хотя сегодня не четверг, а еще только вторник, в левом верхнем углу на сайте Игл Трейд Карт появился вот такой вот значок с зеленым щитом «Сайт Блиндадо». В переводе с португальского это «Бронированный сайт» или, по всей видимости, «Защита сайта». И если кликнуть на этот значок, то откроется вот такой вот сайт. И наверху мы здесь видим сайт «Игл Трейд Карт». Была ревизия в день 24 июля и экранированный от вторжения. То есть, я так понимаю, защищенный от вторжения. Детали аудита, то есть, детали проверки. Какой сайт проверялся. Социальные причины. Что-то такое. Киберстейшн Бразилии. Информатика. ЛТД. Последний поиск уязвимости сегодня, 24 июля. Аудит безопасности утверждается в отношении хакерских атак, кражи информации и клонирования карты. Ну, то есть, я так понимаю, это официальный сайт данного сервиса, который, собственно, занимается именно защитой сайтов. Итак, данный пункт по внедрению зеленого значка они действительно внедрили. Что касательно вывода, ничего хорошего пока сказать не могу. Да, в чате я вижу, что некоторые единичные случаи вывода все-таки происходят. Но, например, у меня все заявки с четырех аккаунтов, которые я делал с 19 июля, июля, а сегодня 24 июля, то есть на протяжении пяти дней, пока не обработана ни одна заявка. И средства на платежную платформу пока ни от одной заявки не поступили. Первый пункт в объявлении гласит, что все карты будут разблокированы завтра. Когда они будут разблокированы, вы получите информацию о том, как их пополнять и перечислять средства. Насколько я понимаю, речь идет о пластиковых картах, которые получили инвесторы на мероприятии в Дубае. Мы, конечно, все рады за тех, у кого эти карты уже есть. Но среди русскоязычной команды, насколько я понимаю, эти карты есть у единиц только. А основной массе инвесторов нужен вывод просто на биткоин-кошелек. И поэтому хотелось бы, чтобы все-таки руководство вопрос с выводом наконец-то начало нормально решать, а не кормило нас очередными обещалками. Вот-вот все заработает, вот-вот все будет выводиться. Ирина Абалакова сообщила, что сегодня в Португалии прошла встреча между руководством компании и лидерами команд. Ждем от Ирины новостей в ближайшее время. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго.